Чтобы добраться до отдаленных левобережных районов, на машине уйдет полдня, а по графику их несколько. На вертолете и быстрее, и эффективнее. Десятки и сотни гектаров видны, как на ладони. Первыми делегацию из Саратова встречают представители Краснопартизанского района. А посевная здесь подходит к концу. Сельхозкультурами разных видов и сортов занято уже более 12 тысяч гектаров. Однако времени на отдых почти нет. За лето необходимо полностью достроить все помещения сушильно-сортировочного комплекса. Подобного в Левобережной зоне еще не было. И фермеры восточных районов теряли крупную сумму на транспортировку, сушку и хранение зерна в крупных элеваторах. Теперь появился небольшой, но, как говорится, под рукой. В дальнейшем планируем лабораторию свою поставить, сертифицированную зону, чтобы уже со своими документами отправлять машины и не терять время опять же. В конце концов, это еще не просто как сушка, очистка, а как семенной завод. Мы будем производить семена на реализацию по районам, по близлежащим, по области. То есть это опять дополнительные финансовые средства. Команда от Винта. Пилот берет курс на Пугачевский район. Климат здесь более суровый и переменчивый. Это довольно плохо сказалось на озимах. По словам главы фермерского хозяйства, зерно долго ждало посева из-за дождей прошлой осенью, что сильно ослабило всхожесть. Говорит, с весенним севом проблем пока нет. Про весенний сев расскажите, поделитесь. Ну, мы с горы спустились. Тут уже ленточка финишная видна. С горы это откуда? Ну, я имею в виду вторая половина посевных работ. Да, просы мы практически посеяли. Я имею в виду из поздних. Там вот траву сеем, суданку. И подсолнечник. В арсенале у предприятия только современная техника, старая отечественная машина в резерве. Однако главный ресурс – это люди, которые работают круглый год, пополняя продовольственные запасы области. По традиции, их труд оценил глава региона. Награждается Никифоров Иван Григорьевич. Иван Григорьевич, от души вам позадать вам благодарность. Удачи, успехов вам. Финиш маршрута – Перелюбский район. Это место уникально. На протяжении десятков километров нет ни одного крупного водоема. В таких условиях фермерам удается не только выживать, но и процветать. Они первыми начали выращивать нут и другие неприхотливые культуры. С посевной в этом году также справляются. Это особенности отдаленных районов, отметил Валерий Радаев. Они уже давно научились работать автономно. Работать в таких жестких условиях, жестких даже, жестоких, они надеются только на себя. Исторически так сложилось. Поэтому они уже приспособились к технологии по каждому полю. Поэтому результат за все последние годы говорит сам за себя. И что мы сегодня видим, оно просто впечатляет. Поэтому мы гордимся, что у нас на территории вот такие хозяйства, такие руководители и, соответственно, такие муниципальные образования. Есть и проблемы. Специалисты сейчас решают одну из главных для всех районов. Реализация готовой продукции и слабый спрос на нее. Фермеры вынуждены сокращать количество засеянных гектаров. А это может привести к значительному падежу урожая.